Дым и гарь стали постоянными спутниками нового города, а предпринимаемых эко-надзорными органами мер явно недостаточно. О привлечении нелегальных производств к ответственности говорили во время утреннего рейда по охране атмосферного воздуха. Возглавил его губернатор Сергей Морозов. Группа проверяющих побывала в злосчастном гаражно-строительном кооперативе «Петров-Овраг». По словам местных жителей, именно он является источником загрязнения воздуха. После рейда глава области провел совещание со всеми ответственными лицами, включая правоохранительные органы. Буквально утром мы с вами посетили пункт приема металлолома. Практически во всех гаражных комплексах такие пункты приема металлолома находятся. То есть по ним нужно проводить жесткие мероприятия. Потому что это опять-таки серая экономика. Предприятие не имеет лицензии как министерскую, так и федеральную на прием отходов. Ну и естественно ни о какой очистке выбросов речи здесь не идет. Только за последние дни в Заволжье выявили 15 источников выбросов. Как отметила руководитель ведомства, 90% из них не являются легальными объектами экономики. Все они будут привлечены к ответственности. Давайте смотреть вопрос его тогда, так сказать, пресечения деятельности вообще в целом таких вот гражданинных кооперативов, где не могут навести сами члены кооператива порядок. Там получается рассадник незаконной экономики, рассадник нарушения экологии. Тогда придется по всей дни ставить вопрос об изъятии земли, о закрытии этих ГСК. Глава региона подчеркнул, что необходимо ввести драконовские штрафы в отношении тех, кто загрязняет атмосферный воздух и тех, кто сдает в аренду помещение этим нарушителям. В данном случае руководителям гаражно-строительных кооперативов. Губернатор потребовал незамедлительно подготовить обращение федеральной органы власти о корректировке законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях. А также предложил увеличить административную ответственность не менее чем в 10 раз, как для физических, так и для юридических лиц. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.